Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Унга Панова. Сегодня в выпуске. Оценка знаний у девятиклассников «Республики» началась итоговая аттестация. Обманутых дольщиков больше не будет. Столичный долгострой по проспекту 9-й пятилетки обещают сдать в июле. Ретроспектива и райские кущи. Чебоксарский кинофестиваль подходит к концу. Гео-2017. Для девятиклассников страны наступила экзаменационная пора. Сегодня единый день сдачи иностранных языков. В «Республике» этот необязательный предмет выбрали более 600 учеников. Ребята сдавали экзамены в 12 пунктах проведения. В одном из них побывали мои коллеги. Попасть в одну аудиторию со своим одноклассником хочет каждый. Так сдавать экзамен кажется немного легче. В списках почти 90 учеников из четырех чебоксарских школ. Все они выбрали английский язык. Это быстро поняла и наша съемочная группа. Скажи, пожалуйста, как ты к экзамену готовил? Я не готова. Повторял темы, учил грамматику, лексику, монологи. Вопросы отвечал с родителями. 12 часов спал, а остальные 12 повторял экзамены. Готовился. Как оцениваете свои знания сегодня? На четвертой гимназии все напишут нормально. Я думаю, что первый экзамен сдаешь и все будет, потом гораздо проще. Шпаргалки есть? Ну, мы все сами готовим. Куда запрятал шпаргалки? А это я не скажу. Поддержать девятиклассников приехал и глава республики Михаил Игнатьев. Чего переживаете-то? За столько лет учебы набрали столько всего. И практики, и ума, и знаний. Надо быть уверенным. А поводов для волнения школьников в этом году стало больше. Меры безопасности такие же, как и на ЕГЭ. Всех проверяют металлодетектором. Экзаменационные задания печатают прямо в аудитории. При видеонаблюдении идет распечатка материалов. Да, сразу складывают операторы сначала на первую партию, проверяют и потом только раздают. Видеонаблюдение тоже новшество. Потом записи отправляют в Центр новых образовательных технологий, где специалисты все внимательно изучают. Так что списать незаметно вряд ли удастся. Экзамен по английскому языку не из простых. Он состоит из двух частей – письменной и устной. Выполнить их нужно всего за два часа. И что бы там ни говорил прогноз погоды – июнь для чебоксарских девятиклассников будет действительно жарким месяцем. За несколько недель им предстоит показать свои знания по четырем предметам. Русский и математика обязательно, и еще два по выбору. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Республике более 46 тысяч предпринимателей. И количество их с каждым годом только растет. Частный бизнес становится силой, способной помочь экономике выйти из кризиса. На территории Чувашской Республики действует программа развития малого и среднего бизнеса. Работают бизнес-инкубаторы, помогают бизнесменам их банки. В этом году День российского предпринимательства отмечается в юбилейный десятый раз. И по традиции местом встречи деловой элиты стал театр оперы и балета. Вот только формат мероприятия был больше похож на деловой прием. Все подробности в нашем сюжете. 15 круглых столов. За ними руководители Республики и города, представители промышленности региона банковского сектора. В этот день предприниматели обменивались поздравлениями и общались. Правда, говорили не о бизнесе. Если я каких-то знакомых здесь встречал, то о всем только не о бизнесе. На заводе Александра Чугунова работает порядка 75 человек. После долгой консервации предприятие запущено вновь в 2008 году. 5% продукции уходит на рынки Чувашии. Все остальное за рубеж и в регионы России. Сегодня бизнесмены вручили почетную грамоту Минэкономразвития Чувашской Республики. Весь актив, наверное, Республики все-таки составляет бизнес. Поэтому я считаю, что хорошо это собирать. Хорошо собирать всех, например, ведущих предпринимателей здесь, отмечать лучших и так далее. То есть это полезно. По статистике в российском бизнесе занято около 37% прекрасной половины человечества. По другим данным, всего 5% женщин являются предпринимателями. В любом случае, в современном мире уже нет деления бизнеса на мужской и женский. Каждая женщина для себя решает, больше семья или больше работа. Вот если человек все-таки считает, что он больше может реализовать себя в работе, это замечательно. Если она может реализовать себя и в семье, по-моему, это идеальный просто вариант, если он бывает как таковой. Самое интересное то, что с мужчинами не просто легко, с ними очень интересно решать вопросы. Таланцевы, Цветковы, Ефремовы, Астраханцевы. Пожалуй, мало кто из представителей бизнес-сообщества не знает эти имена. С ними связана история становления и развития предпринимательства в Чувашии. Но, как и сто лет назад, миссия любого бизнесмена – создание новых рабочих мест и повышение уровня социально-экономического развития региона. Предприниматель – это сегодня целый социальный слой, передовой класс общества. И проекты, которые сегодня реализуются среди предпринимателей республики, они реализуются во всех жизненно важных сферах. Параллельно с появлением на столах горячих блюд на сцене начался не менее горячий момент праздника – вручение республиканских наград. Лучшим предпринимателем 2016 года стал 45-летний Ришид Санзяпов, глава крестьянско-фермерского хозяйства Батревского района. Конечно, приятно и горжусь, что выбрали победителем. Это отрадно, это не только радостно, но и ответственно в любом случае. Ведь предпринимательство – это не только получение прибыли, но и социальные вопросы, благотворительность и так далее. Только в 2016 году предприниматели республики получили государственную финансовую поддержку на общую сумму более 2,5 миллиардов рублей. Михаил Игнатьев напомнил, что регион признан одним из лучших в стране для ведения бизнеса. Важно удержать эти высокие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности. Анжелика Григорьева, Александр Петров, Республика. А накануне Дня предпринимателя в Москве обсуждали перспективы экономики и создания новой модели инвестиционного климата в регионах. В диалоге приняли участие члены правительства, представители Евразийской экономической комиссии и руководители субъектов федерации. В качестве эксперта на расширенном заседании выступил и глава Чувашии. О стратегии роста и идеальной бизнес-среде в сюжете Дмитрия Ковалева. В странах Евразийского экономического союза разрабатывают совершенную модель торгового партнерства. Председатель коллегии Тигран Саркисян говорит, что назрела необходимость создания общих рынков без границ. У нас есть план, как мы эти общие рынки будем создавать. И очевидно, что мы должны учитывать интересы крупных монополистов, разные аспекты, которые влияют на формирование этого общего рынка. Масштабной экономической повестке прописаны и планы по снятию барьеров для бизнеса, которые мешают выходу за рубеж. Мы выявили порядка 185 различных препятствий для бизнеса. И мы создали белую книгу. И идет такая острая дискуссия между странами. В чем причина, почему национальные правительства создают эти препятствия и как мы будем их устранять. По 60 позициям из 185 мы пришли к согласию. Очевидно, что благоприятные условия для бизнеса необходимо создавать и на местах. Глава Чувашии отметил, что в республике инновационным проектам дают зеленый свет. Наш кредитный рейтинг, он стабильный. Обращаю ваше внимание, как раз Тигран Суренович, предприниматели, баши, которые там рядом с вами, захотят реализовать проект, я буду главным помощником. Лучшие практики сформулировать. Я считаю, что будет очень полезно и для интеграционных процессов, и для единства, связывающего наши страны. Для бизнеса необходимо создавать устойчивую среду. Сейчас над этим активно работает правительство страны. Программу развития экономики представили президенту. Стратегия будет доработана. Максим Орешкин отмечает, что в окончательном варианте документа учтут предпринимательские инициативы. Что важно для бизнеса, это, конечно, очень важный вопрос, это стабильность налогового законодательства. Очень важно ввести другой компонент, который тоже нами предлагается, новые бюджетные правила. Потому что всегда разговор об изменении налогов, повышении тех или иных налогов, он заходит тогда, когда бюджет сталкивается с проблемами. Для бизнеса, отмечают эксперты, необходимо выстроить понятные и постоянные правила игры. На первый план выходит и поддержка проектов. В корпорации развития малого и среднего предпринимательства разработали эффективные механизмы. Вот если регион набирает проектов на сумму не менее 5 миллиардов рублей, и таких проектов не менее 7, мы выезжаем в такие регионы и проводим там стратегическую сессию. Мы проводили в республике это. Мы набрали оттуда проектов, и эти проекты все профинансированы. Эксперты отмечают, что деловой климат в регионах страны улучшается. В Чувашии бизнес развивается успешно, и это отмечают предприниматели. Мы постоянно на связи с коллегами, они рассказывают о тех мерах поддержки, региональных инновациях, которые реализуются в регионе. Очень много уделяется подготовке молодых кадров, молодых специалистов и работа с детьми в этой части. То есть вы вкладываетесь в человеческий капитал, в раннее развитие. Там, где руководство, администрация поддерживает бизнес, там и развивается хорошо инвестиция. Я думаю, что у губернатора есть реальное желание сегодня работать на то, чтобы экономика развивалась, и он понимает, что бизнес его союзник. В начале июня станет понятно, какие регионы наладили эффективные модели взаимодействия с бизнесом. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге озвучат рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Из Москвы. В канун профессионального праздника предпринимателей России мы решили узнать, как в республике поддерживают малый и средний бизнес. Роскошные скатерти, занавески, дизайнерские кресла и декоративные подушки. В этом небольшом помещении раскроенный цех и швейное производство, и цех сборки мебели. Компания разрабатывает авторские принты и использует только высококачественные материалы. Текстильному предприятию всего два года. Но оно успешно реализует продукцию по всей России. Это мебель, которую можно хранить в саду, держать ее там до осени. Она не выгорает, не загрязняется. С приходом стабильных заказов предприниматель Наталья Аниченкова уже через год задумалась об увеличении производственных площадей. За финансовой помощью она обратилась в агентство по поддержке малого и среднего бизнеса Чувашской Республики. Мы получили наш первый кредит, благодаря чему переехали в помещение, которое в два раза больше. И закупили оборудование, такое как швейные машинки, уже нового стандарта, так скажем, который уже даже не полуавтоматы, автоматы. Что позволяет швей им шить быстрее, ровнее. Таких успешных практик ведения малого бизнеса в республике много. Еще одна компания, которая смогла расшириться за счет получения микрозайма, это ветеринарный центр. Здесь обслуживают около трех тысяч пациентов. Обратились за помощью в агентство по поддержке малого бизнеса, для того, чтобы они нам помогли в приобретении помещения. Они нам предоставили достаточно лояльные условия. Достаточно большое здание мы купили и можем здесь сейчас расширить спектр услуг. Как правило, начинающим предпринимателям не просто получить кредит в банке. Механизмы финансовой поддержки со сниженной процентной ставкой разработали в правительстве региона. Приоритетным направлением для нас является развитие производственной сферы и сельского хозяйства. Для предпринимателей этих сфер действуют сниженные процентные ставки. Мы предоставляем долгосрочные займы на приобретение недвижимости, оборудования и транспортных средств. Именно таким образом финансовую помощь в Чувашии оформили более полутора тысяч предпринимателей республики. К середине года в Чебоксарах не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Долгострою по проспекту 9-й пятилетки обещают сдать в эксплуатацию в третьем квартале. Премьер-министр Иван Моторин проверил степень готовности жилого дома. Этот дом обещали сдать сначала в 2011, затем в 2014. Неоднократно менялись застройщики, но жильцы в нем не появились и в 2017. Два года назад внесли изменения в проектно-сметную документацию, определили застройщика, генерального подрядчика. До сдачи дома остались считанные месяцы. Дом рассчитан на 130 квартир. 78 будут переданы участникам-долевикам. Сейчас в подъездах завершили отделку, смонтировали инженерные сети, установили приборы отопления, электрические счетчики и лифты. Идут кровельные работы и благоустраиваются прилегающие территории. Объект в высокой степени готовности и у подрядной организации, у энергоизбитовых организаций, поставщиков энергоресурсов. Есть все условия сдать его до 1 сентября. Это последний объект обманутых дольщиков, который реестр был составлен в 2009 году. И я думаю, что мы в ближайшие два месяца сдадим его полностью. На заседании антинаркотической комиссии сегодня обсуждали методы борьбы с распространением наркотиков. Профилактика и реабилитация наркоманов тоже важная тема. Министр здравоохранения Владимир Викторов отметил, что в Чувашии зафиксировано снижение наркомании с начала года на 9,3%. А злоупотребление психотропными веществами на 11%. В плановом порядке начали проводить медицинское освидетельствование водителей, осмотры призывников, социально неблагополучных групп населения и школьников. Сейчас на учете стоит 1491 семья, находящаяся в зоне риска. Представитель МВД отметил снижение количества преступлений среди несовершеннолетних по линии незаконного оборота наркотиков. В 2017 году зарегистрировано два случая против 11 в аналогичном периоде прошлого года. Глава республики Михаил Игнатьев поручил продолжить работу, выработать новые, более действенные формы. Особое внимание надо уделять заведениям, где предлагают кальяны. Десятый юбилейный Чебоксарский кинофестиваль подходит к концу. Вчера зрители и члены жюри знакомились с двумя конкурсными картинами «Костер на ветру» Дмитрия Давыдова и «Глянец» Андрея Кончаловского. Кроме того, в рамках фестиваля состоялась творческая встреча с Дмитрием Перкуловым и ретроспективный показ киноленты Адрона Кончаловского «Сибириада». Вместе со зрителями погружалась в мир кино и наша съемочная группа. Время – 12 ночи. В такое время не спят только любители ночной жизни и мы – киноманы. Сейчас заканчивается четвертая серия «Сибириада» Кончаловского. Пошли досмотрим. Советский Союз – 20-е годы. В глухой сибирской деревне живут две семьи, подобно Монтеке и Капулете, враждующие друг с другом. Молодое поколение вырастает, храня незыблемые идеалы предков. Многолетняя вражда утихает лишь к концу кинолента, когда между представителями двух родов вспыхивают чувства. «Сибириада» включает в себя четыре фильма. В этом фильме свою первую роль сыграла Елена Коренева. Роль юной Тайи Соломиной принесла ей широкую известность. Я буду ждать тебя всю жизнь! Если на открытии «Яблоку» негде было упасть, то к концу четвертого фестивального дня зрительные залы заметно поредели. Остались самые стойкие, смеются организаторы. В их числе и Павел с Анастасией. «Сибириада» стал четвертым по счету фильмом, который ребята успели посмотреть за эту неделю. Мне понравился фильм, он грустный, правда, в некоторых моментах. До этого я его очень давно в классе восьмом-девятом смотрел, так что толком ничего не помню на самом деле. Сейчас смотрю, прям погружаюсь, очень интересно. В этот же вечер на суд зрителей была представлена драма Александра Прошкина «Райские кущи». Переезд в элитный район, карьерный прорыв и возродившаяся страсть в отношениях с женой. Топ-менеджер Виктора осыпан подарками судьбы. Однако принять их так просто Витя не может. Мешают муки совести и ностальгия по старой, не всегда сытой, но счастливой жизни. Что же важнее – чистая совесть или внешнее благополучие? Эта мысль красной нитью проходит на протяжении всего фильма. «Фильм понравился тем, что показывает реальность, то, как молодые люди живут, стремятся, бегут за чем-то, добиваются успеха какого-то, а ценности жизни где-то упускают, наверное». «Смысл жизни, получается, ускальзывает у них, ускальзывает». Продюсер киноленты, он же член игрового кино Дмитрий Перколов. У него свое видение того, каким должно быть хорошее кино. «Вы выходите из кинотеатра и думаете об этом, думаете, приходите домой, пьете чай, смотрите программу новостей, потом опять думаете о фильме, потом ложитесь спать, потом опять думаете о фильме, значит фильм хороший. Если вы смотрите, выходите из кинотеатра и через 15 минут забываете, что вы смотрели, значит фильм плохой». Какие киноленты понравились Дмитрию Перколову и другим членам жюри, можно будет узнать уже завтра. В два часа в Чувашской государственной филармонии состоится торжественное награждение победителей. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Отопительный сезон в Чебоксарах и Новочебоксарске завершен. На днях его итоги подвели энергетики. Отопительный сезон в Чебоксарах и Новочебоксарске прошел в штатном режиме, сообщают в ПАО Т-Плюс. На теплотрассах не было аварий и отключений. Это результат качественной подготовки станции и теплосетей к зиме. Всего в графике ремонтов в этом году 22 единицы генерирующего оборудования. Жители двух городов подготовку к новому отопительному сезону уже почувствовали. Были проведены гидравлические испытания. В рамках подготовки оборудования к работе УЗП 2017-2018 годов на электростанциях филиала уже выполнен ремонт 9 единиц основного оборудования, это котлы турбины. В целом мы планируем в 2017 году отремонтировать 22 единицы основного генерирующего оборудования. Это 10 турбин паровых и 12 котлов. В этом году подготовка объектов филиала Т-Плюс ведется в рамках общей программы реконструкции 2017. Она направлена на повышение качества услуг теплоснабжения для жителей. Теперь стандарты проведения диагностики сетей летом, выполнения ремонтных работ ужесточены. Кроме того, предполагаются дополнительные вложения в повышение надежности систем теплоснабжения. Серьезные опасения вызывают долги потребителей перед энергетиками. В Чебоксарах и Новочебоксарске долг за тепло 1 миллиард 300 миллионов рублей. Жители задолжали 37 миллионов. Из-за этих миллиард 233 больше 250 миллионов рублей – это задолженность банкротных управляющих компаний. То есть те денежные средства, которые уже достаточно сложно получили. А в городе Чебоксаре, конечно, есть и хорошие управляющие компании, у которых с просрочкой где-то 1-2 месяца. Но есть управляющие компании, у которых действительно очень большие суммы накоплены. Например, реал и люкс – порядка 100 миллионов рублей из-за должности уже больше года. В летнее время ожидаются денежные поступления и возможность снижения дебиторской задолженности. Кроме того, сейчас проводится акция «Весна – тают пени». До 30 мая все жители Чебоксара и Новочебоксарска, оплачивающие отопление и горячее водоснабжение непосредственно в Т-плюс, могут погасить имеющуюся задолженность без взимания пени. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. Всичувашский Акатуй от Мурманска до Байкала. Акцию под таким названием решил провести Чувашский национальный конгресс. Его представители в течение двух недель проедут по местам, где живут и работают наши земляки. Это Республика Башкортостан, города Тюмень, Красноярск, Иркутск. Подготовлена большая программа. Пройдут круглые столы, творческие встречи, концерты и спортивные соревнования. Представители ЧНК и местных Чувашских диаспор обсудят вопросы не только сохранения многовековой самобытной культуры Чуваший, родного языка, но и самое главное их дальнейшего развития. Сегодня в селе Слагбаш Белебеевского района Республики Башкортостан проходят Дни Константина Иванова. По случаю дня рождения автора знаменитой Нарспи здесь традиционно проходят литературные чтения. Вот что рассказал нам по телефону заместитель председателя Чувашской национальной автономии Башкортостана Рудольф Павлов. Программа очень насыщенная, очень много гостей. Мы с большой радостью всегда встречаем интеграции из города Чувашары и Чуваши. И мы у родника, где у нас сетнер и герои произведения Нарспи, мы будем проводить родничок, стихи читать и так далее. Там молодежь очень будет задействована, ученики. И возложение корзин к его памятнику запланировано посещение музея Константина Васильевича. У нас еще писатель известный Яков Гаврилович Ухтай. Посещение этого музея и его могилы на горе Густигора. Потом будет большой фестиваль возле Центрального дворца культуры. В эти минуты в Новочебоксарске проходит празднование Дня Химика. Из Дворца культуры наш корреспондент Дмитрий Коварев. День Химика для многих жителей города Спутника профессиональный праздник. На городообразующем предприятии муниципалитета работают тысячи новочебоксарцев. За многие годы на заводе появилось немало трудовых династий. Именно среди них каждый год выбирают лучших из лучших и вручают награды. Мы познакомились с одной из таких семей. Династия Михеевых заняла призовое место в конкурсе профессионального мастерства. Их трудовой стаж превышает 240 лет. Я работаю сейчас мастером по ремонту мячных холодильных установок в цехе номер 23. Пришел на химпром в 1989 году после окончания СПТУ номер 9. До этого у меня работали родители там тоже на химпроме. Сколько человек в династии у вас? Ой, у нас много человек в династии. Около 12 человек. Около 12. Там работали мои родители. Сам работал. Сегодня награды вручали и другим работникам предприятия. На сцену поднимались и рядовые лаборанты, и начальники цехов. С профессиональным праздником их приехал поздравить глава региона. Сейчас химическая отрасль Чувашии развивается успешно. Республика является крупнейшим производителем пероксида водорода. В этом веществе нуждаются предприятия по выпуску текстиля и бумаги. Роль химической отрасли поднимается еще выше и еще быстрее. И мы, как работники химической отрасли, постоянно к этому ежедневно прикладываем очень много усилий. Наши усилия в поднятии престижа, в поднятии химии как науки, как профессии. И они все приводят к тому, что мы постоянно возвращаем лидерские позиции российской химии на утраченные горизонты. На химпроме продолжают реализовывать масштабные проекты. В ближайшие годы здесь заработают цеха по производству глифосата и гипохлорита кальция. Так что работники отрасли в будущее смотрят с оптимизмом. Для сотрудников крупнейшего предприятия республики подготовили насыщенную концертную программу. Номера артистов Чувашской эстрады украсили праздничный вечер. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика. На днях в Московской области прошел чемпионат России по всестилевому карате. Около 500 ребят из 39 регионов страны в возрасте 18 лет и старше бороли за право стать лучшими. От Чувашии выступили 6 спортсменов. На родину они вернулись золотыми и серебряными медалями. Новый вид спорта – всестилевое карате – успешно развивается более чем в 70 регионах страны, в том числе и в Чувашии. Он объединяет представителей различных стилевых направлений в одном месте. Наш регион представили воспитанники стилей «Фудакан», «Скиф», «ВКЦ». Всего было разыграно 55 комплектов медалей. А по итогам соревнований Михаил Калинин и Сергей Сергеев смогли выполнить норматив «Мастер спорта России». Госкомитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предупреждает. Завтра в Чувашии ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, местами грозы. А в ночь с 28 на 29 мая местами по Чувашии ожидаются заморозки на почве до минус 2. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова